Жил я себе раньше, никого не трогал и всего хватало. Но потом дома появилась VR-гарнитура Oculus Quest 2, а с ней новые проблемы из ничего. В связке с Type 100 кабелем картинка отличная, но движение он ощутимо стесняет. R-Link G за 100 мегабитов портов роутера жмет поток до состояния, из-за которого периодически слезятся глаза, забегая вперед, скорости, развиваемой данным модулем хватает даже на классических стандартах Wi-Fi 5 ГГц приходит в небольшой фирменной коробке сзади указаны варианты подключения и характеристики вот поближе внутри адаптер, полутораметровый кабель Micro USB 3.0 инструкция на корпусе нет никаких элементов управления, на шильдике только модель с торца расположен разъем Micro USB 3.0 сначала думал, что в верхней части отверстие для сброса настроек, но оказалось это индикатор, который моргает при попытке подключения и горит после при первом включении отображается как запоминающееся устройство. В корне находится инструкция и драйверы под Windows после установки накопитель исчезает и в диспетчере появляется сетевая карта AI-802. 11x поддерживается чуть выше виден модуль X3000, X210, и его покупка была худшим решением. Драйверы в Win10NT позволяют без танцев с бубном запустить точку доступа с частотой 5 ГГц. Поначалу даже получалось по мануалам это сделать, но качество связи через одну стену оставляло желать лучшего, а через какое-то время прилетело обновление и которое окончательно все поломало. Более того, на частоте 2.4 ГГц начались периодические отвалы. Буквально на секунду, но этого хватало, чтобы стул подгорал во время онлайн игр. Хотел скорости с запасом, а получил страдания. Поговаривают, что в Win11 они адекватно работают, но сносить систему ради проверки я не готов. Все, выговорился, можно продолжать, как писал выше, ранее я пользовался кабелем, но уперся в ограничение 100 Мбит на портах роутера. К сожалению, он не поддерживает Wi-Fi 6, но все же скорость ощутимо выше LAN, порядка 800 Мбит точку доступа 5 ГГц запустил без проблем, в пару кликов мышки сразу же попробовал перекинуть по FTB файл с телефона. Скорость в среднем держалась на уровне 34-36 Мбит в секунду, это около 300 Мбит, что уже втрое быстрее LAN портов роутера больше выжать не удалось. Но насколько я понял, это из-за ограничения количества потоков на одно устройство и является нормой. СДВПРО в своем обзоре разогнал данный адаптер до 650 Мбит, СИВ-20 по такову меня роутера и компа с гигабитными портами нет, поэтому максимальную скорость смог развить только нагрузив и точку доступа и основную сеть. Что касается очков, подключением они остались довольны. Скриншоты делаются в низком разрешении, но видно, что сеть 5 ГГц, ширина канала 80 МГц, в соседней комнате через стену уровень сигнала хороший. По сравнению с X-210 Небо и Земля запустил Avairing и обнаружил, что при отключении динамического разрешения, объем данных составляет порядка 200 Мбитов, снагрузив беспроводную сеть по максимуму, смог добиться максимальной скорости передачи данных 704 Мбитов. Так что запас под мои нужды остается приличный внутренний мир, стало интересно заглянуть под корпус. Под наклейкой был шуруп, оторвалась кусками, зараза. Ну да ладно, мне на выставку его не нести. Обе антенны подключены. Под платой через термопрокладку закреплена металлическая пластина для отвода тепла, со своей задачей она справляется хорошо, корпус во время работы едва теплый, максимальная температура элементов порядка 44 градусов. Контроллер действительно RTL 8832U, память с маркировкой, видимо шьют до пайки и теги отличный сетевой адаптер за свои деньги, после X-210 от Intel так вообще благодать, плюс никаких мучений со сменой региона или подсовыванием модифицированных драйверов, все работает из коробки. Плюс хорошее покрытие сети, 5 ГГц стабильно держится во всем доме, VR гарнитура чувствует себя хорошо, нет обрывов, подвисаний. Качество картинки стало заметно лучше, чем при подключении через LAN-порт. Очки определяли, что роутер потянет до 800 мегабитов, но сетевая карта ПК при этом упиралась в 100 мегабитов канал, так что возникали проблемы с отображением в динамическом режиме. С новым адаптером ощущение, что наконец грязные линзы протер. Ну и оказалось, что не стоит гнаться за высокими скоростями, все равно квест более 200 мегабитов не попросит. Хотя запас никогда не помешает, сейчас вот посматриваю на роутеры с Wi-Fi 6. Как всегда, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра равно, товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с П-18 правил сайта. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий.